Также сегодня вот стала известна самая печальная для меня новость, как для художника, как для деятеля культуры, что Министерство финансов вносит изменения в бюджет, уже внесло сегодня, а именно, урезает финансирование в области культуры, образования и спорта. Я считаю, что это преступление, потому что культура это основа всего, это основа всех отраслей в этой стране и вообще в мире. Если общество останется сейчас, когда в стране и в мире такие вот сложности, если останется с урезанной культурой, это будет очень иметь негативные последствия, на мой взгляд. Уже ночь, пока я тут ездила. Хотел сказать, что вопрос культуры, конечно, это вопрос чрезвычайно важный. И для меня это лично вопрос наравне с вопросом национальной безопасности. Это вопрос культуры. Потому что если сейчас будет как бы нанесен удар по культуре, то Украина, извините, как государство, то есть, что такое государство, это же не просто законы, это не что, это самоэтендификация, это как раз таки культура. И то, что сейчас урезается культура, это, ну, это страшно, это реально страшно. И вот что именно, как она урезается. Вот хочу прочитать. Держкино, это Госкино, 750 миллионов гривен. Украинский культурный фонд, 500 миллионов гривен. Институт книги, 150 миллионов гривен. Туризм, 240 миллионов гривен. То есть, это вот эти деньги, как раз финансирование забирается, вот, с этих отраслей. Ну, в общем, сказать что-то сложно. И это очень печально. Также это говорит о потере огромного количества рабочих мест, тысяч рабочих мест. Как раз работников культуры, которые сейчас останутся на улице. Об этом никто не думает, что сейчас в кризис, элементарно, люди и так на карантине. Их сейчас будут лишать рабочих мест.